Без малого пять столетий назад на Руси произошло важнейшее событие. Выпущена первая печатная книга «Апостол». В память об этом в России ежегодно празднуется День Православной Книги. В Биробиджанской епархии праздник традиционно отмечается целой чередой мероприятий. Одно из самых ярких – конкурс юных чтецов духовной поэзии «Искорки Божии». Подробности в материале епархиального пресс-центра. В этом году именно в такой форме было решено провести ассамблею читающих отроков, которая ежегодно проходит в Дни Православной Книги. Открыл мероприятие епископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф, поздравив всех с праздником и пожелав участникам конкурса удачи. Мы отмечаем поистине историческое событие. Начало книгопечатания на Руси. Событие, которое, безусловно, отразилось в жизни каждого русского человека. Книга стала доступной. И даже сегодня, век интернета и нанотехнологий, трудно представить жизнь человека без книги. Желающих приобщиться к духовной поэзии оказалось довольно много. В этот день в конференц-зале социально-просветительского центра Биробиджанской епархии собралось более ста человек. 48 из них конкурсанты, учащиеся седьмых классов средних школ города Биробиджана и автономии. К выбору стихотворений участники подошли с большой ответственностью. Из уст выступающих звучали произведения духовных поэтов, классиков, отечественной литературы, современных авторов. О нет, не верю я, не вовсе заглушили. Возголос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу. Наш обветшалый мир, учение Христа. В постановке литературных номеров некоторые ребята проявили истинное творчество и фантазию. Выступления были оформлены музыкальным сопровождением, видеорядом и даже элементами театрализации. Соединим все братские руки, обнимем всех. Христос воскрес! Уровень подготовки юных чтецов оценивала конкурсная жюри. Самое большое количество баллов набрала Алина Абасова. За произведение Юлии Друниной «Берегите душу». Где-то там внутри у человека есть душа, живая ведь душа. Есть ведь шума атомного века, все труднее становится дышать. А она изранена, избита. Мире зла, где ложь и суета. Человеком занятым забыто. Ищет друга доброго Христа. Оценивать такое количество участников оказалось непросто. Членам жюри пришлось разделить первое место. Вторым победителем конкурса чтецов стал Рома Кутин из поселка Смедович. Ну, конечно, для меня огромное впечатление. То есть большое количество участников, да, и разные подстановки этих стеретворений. Руководитель средней школы номерты поселка Смедович, Тяна Викторовна Томашевич, мне очень помогала в этом деле. Вот, то есть без нее буквально весь костюм абсолютно, это ее рук дело, да. То есть без этого костюма, соответственно, вообще никакого образа бы не создалось. Согласитесь, если все это выступать стеретворение Иоанна Дамаскина, пророка, идущего в устыне, в парадной форме. Вообще никак. В целом члены конкурсного жюри оценили уровень подготовки всех участников достаточно высоко. Отметили и положительный момент того, что дети, готовясь к конкурсу, прикоснулись к высоте духовной поэзии. Открыли вот такой красивый мир духовной поэзии. Открыли для себя такие духовные алмазы, которые, наверное, в какие-то моменты жизни могут для нас давать определенный свет, освещая дорогу в жизнь. Если человек теряет вот этот духовный вкус к жизни, он перестает быть, в общем-то, человеком. Не имеет права называться человеком. Сейчас возвратилось исконное значение это слово. Духовная поэзия – это связанное с темой Бога. Это разговор с Богом, поэта, в виде молитвы. Это переложение, допустим, псалмов. Это стихотворение на темы Ветхого Завета и Нового Завета. Это Евангелие, конечно, прежде всего. И чувствовалось, что конкурсанты, ну, им помогали, наверное, учителя, много сил потратили, чтобы отобрать именно настоящую духовную поэзию. Никто из ребят в этот праздничный день не ушел с пустыми руками. Победителям конкурса были вручены призы, а всем участникам – дипломы и подарки. Смотря на других участников, я видела, с какой душой они рассказывали, как они к нему относились, к этому стихотворению. И я не ожидала от себя такого, что выйди, я расскажу с такой душой, с такой манерой и получу первое место. Я была очень рада и счастлива.